здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала рада вас снова всех всех приветствовать сегодня хочу вам показать один из своих подоконников это подоконник южного направления вот так вот он у меня выглядит небольшой подоконник и там вот за ним получается балкон вот это растение кстати я еще вам не показывала вот это вот напоминающие какое-то хвойное растение да это растение называется колотам нос австралийское растение и поскольку очень многие австралийские растения имеют форму листиков вот такую вот и игольчатую до я Горчи тая форма листиков и многие австралийские растения напоминают нам хвойные растения но к сожалению это не хвойные Я их, конечно, тоже очень люблю. Вот за эти вот игольчатые листочки. Это австралийское растение. Оно цветет. Цветет очень оригинально и симпатично. Кому интересно, загляните, пожалуйста, в интернете и посмотрите, как цветет колотамнос. Его еще называют цветущая сосна, цветущая ель. То есть очень оригинально. Вживую я сама видела в нашем ботаническом саду в городе Санкт-Петербурге. Он там цветет колотамнос, там уже взрослый. И я, конечно же, жду от своего цветения. Он у меня, конечно, сейчас вот в таком безобразном, можно сказать, состоянии, поскольку я его не обрезала, не формировала. В этом году обрезала пару очень-очень длинных веточек. Вот. И получается, что не формировала. И он у меня вот получается в таком состоянии. Растребка такой растет. Вот. Ну, здесь у меня это миртики. Это вот такие вот. И варегатный вот такой мирт. Вот с такой варегатностью. Также у меня здесь имеется вот такой мирт с такой варегатностью. Посмотрите. Я уже рассказывала вот об этих замечательных миртах. Вот такие вот они у меня. Так, что там еще у меня растет. Вот с такой варегатностью. Это крупнолистный варегатный. Мне тоже он очень-очень нравится. Посмотрите. Я их всех обрезала в этом году. Им очень-очень много нужно освещения. Но смотрите, поскольку мы сейчас балкон застеклили, то вот этим растениям, которые очень любят много света, много солнышка, сейчас, конечно, получается небольшое затенение у них, потому что мы застеклили балкон. Я сейчас, кстати, покажу, как растения временно разместились у меня на балконе. Вот это вот растение. Это метросидероса. Метросидероса, в частности, Томаса. Вот смотрите, в этом году я его весной. Обычно я, просто многие спрашивают, есть ли у меня череночки метросидероса. Я обрезаю его каждую весну, и черенки укореняются достаточно долго. Но некоторые укореняются за месяц. Многие могут стоять и полгода. То есть я специально никогда никакие растения не обрезаю, только обрезаю ради сдерживания роста. То есть буду теперь обрезать его, получается, весной. И излишки, конечно же, буду укоренять. Я его сдерживаю в росте, и он у меня вот в таком сейчас размере. Цветет он у меня, получается, в декабре начинает цвести. И также может процвести и в весенний период. Очень мне нравится это растение, оригинальное растение. Его цветение я, кстати, как-то снимала видео и показывала вам. Кому интересно, загляните, пожалуйста, в описании. Я оставлю ссылочку. Там у меня вдалеке стоит малышка. Это наша, я ее вот так вот обрезала. Она у меня вот такая сейчас пока что. Временно она нарастит шевелюру, я не переживаю. Тоже любит свет. И, кстати, я заметила, что она тоже не любит сильные пересушки земляного кома. И любит много света тоже. Ну, вот это растение я тоже показывала. Это плодовое растение семейства Миртовые. Это Евгения Рентвердиана. Я показывала и рассказывала о ней тоже. Ну, здесь у меня вот в самом уголочке, кстати, это тоже Митросидерос. Вот такой вот варигатностью. Но, к сожалению, он у меня сейчас пока стоит вот здесь вот в уголочке, получается. Но света ему, тем более он варигатный, нужно еще больше. И поэтому нужно мне искать для него место. Потому что я вижу, что он в этом году стал получать меньше освещения. И он стал как-то расти очень медленно у меня. Ну, еще с учетом того, что я его тоже обрезала. Ну, и давайте сейчас посмотрим, как у меня разместились временно растения на балконе. Вот так вот мы сейчас, получается, застеклили балкон. То есть теперь у моих растений есть крыша над головой. Но сейчас у меня круглые сутки пока что все проветривается. Потому что сейчас на улице еще тепло. Вот, но единственное, конечно, здесь еще не сделан пол. Это все временно, конечно. Пол остался старый вот такой. Вот, но это все временно. Потом в будущем, в дальнейшем, тоже я надеюсь, что он отремонтируется. Вот. У меня, конечно, проблема огромная с размещением сейчас растений здесь. Балкончик у меня небольшой, а растений много. И он, получается, у меня не резиновый. Кстати, смотрите, вот здесь у меня такая полочка. Вот эту, кстати, полочку мне подарила соседка. Получилось, что она узнала, что у меня много растений. И ей вот эта полочка не нужна. Она мне ее предложила, сказала, Катя, давай я тебе отдам вот такую полочку. Я ее вот как раз поставила вот здесь на балконе. И вот временно они у меня, может быть, конечно, так и останется эта полочка здесь. Они у меня разместились. Вот здесь вот горшочки. Больше всего, конечно, понравилась эта диосми, да, калионеми. Здесь это, получается, очень будет светлое место. Свет, поскольку она солнышко очень любит, очень-очень. И, скорее всего, здесь будет прохладная зимовка для нее. И я думаю, что она будет у меня обильно цвести. Она хотя и в комнатных условиях у меня зимовала, но цвела тоже. Вот, очень долго, продолжительно. Вот. Там в уголочке я мир поставила. И вот здесь вот жасмин поставила. Он у меня будет, скорее всего, расти вверх как-то, не знаю. Еще не придумала. Пока что временно, потому что они у меня кочевали все в комнате. Занимали полкомнаты. Вот. И поэтому сейчас я временно их так вот приютила здесь. Вот это я использовала вообще в старую свою гладильную доску. Тоже временно поставила. Я ее хотела выбросить, но она мне пригодилась. И поставила пока что вот здесь вот так вот растения. Они дышат, наслаждаются вот солнечным светом. Я уже эти растения вам показывала. Просто так вот сделаю сейчас обзорчик, как они у меня разместились. Кстати, я здесь некоторые растения принесла даже из подоконника сняла. И поставила здесь. Есть, например, вот этих малышей. Это тоже диосма. Но другие виды ее. Это диосма лисий хвост называется. А это розовый фонтан. То есть получается вот это вот другие совершенно разновидности ее. Виды другие. Это я вот про это растение. Вот это диосма. И у меня вот есть такие новинки. Два малышка я в этом году купила. Я решила их вынести тоже на балкон. А так все растения я вам уже показывала. Камелии поставила поближе. Тоже к свету. Потому что мне кажется, что вот этим растениям, которые внизу сейчас у меня находятся, вот здесь, им, конечно, солнышко сейчас не будет на них попадать. И мне кажется, все-таки им будет как-то тут темновато. И поэтому нужно здесь придумывать какие-то либо подоконники, либо какие-то полочки. Потому что здесь неудобно даже мне проходить вот здесь. Вот у меня очень узкий проход получается. И нужно что-то думать. Здесь я тоже сама придумала. Пока что на табуретку поставила вот такую доску. Вот. Это все временно. Но как-то мне надо было их размещать. И вот поставила свои большие. Вот этот мир большой. Колистимончик тоже большой. Вот. Ну, также я еще, кстати, с комнаты принесла еще и две джаботикабы свои. И я поставила их вот на этот подоконник, да. Вот они у меня здесь теперь стоят. Рискнула их вынести. И вторая вот здесь тоже. Это тоже плодовое растение. Я рассказывала об этом растении замечательном. Ну, вот эта вот у меня джаботикаба, она постоянно у меня растет. Здесь уже получается третий год на свежем воздухе в летний период. И поэтому вот эта чувствует себя хорошо. Она уже закаленная. Ну, а вот этих посмотрим, как они тут будут. Я думаю, что им тоже понравится. Ну, а так все остальные растения я вам здесь уже показывала и не раз. Потом еще, конечно же, в дальнейшем сделаю обзорчик. Еще, кстати, забыла сказать. Вот еще вот этого я друга вынесла на балкон. Это лимон. Лимон Мейера. Он у меня еще пока что не цвел. Я его тоже покупала в этом году череночком. И, кстати, вот за летний период он у меня вот подрос вот так вот. Я его не обрезала, ничего не делала. Но, кстати, я заметила, что на нем очень любят селиться клещик. Вот. И поэтому я уже его два раза обрабатывала. Вот. Я, кстати, для профилактики всегда весной и осенью обрабатываю растения. Вот. От клеща. Потому что это такое дело, мне кажется, меня многие поймут, когда очень много растений. И тем более растения какие-то такие дорогие, да. И вот. И получается, что если мы занесем какого-то вредителя, то потом придется все-все обрабатывать, всю коллекцию свою. Вот. И поэтому я считаю, что это необходимо делать. Даже для профилактики. И, кстати, многие почему-то думают, что если мирт имеет такой специфический аромат листочков, да, он насыщенный листочки эфирными маслами, то клещик не будет селиться на нем. Это не так. Я, кстати, заметила, клещик любит селиться на варегатных миртах. Вот. Но поскольку я это делаю для профилактики всегда весной и осенью, то у меня такого, в принципе, не бывает, да. Когда там какая-то паутина появляется, тем более, да, когда все запущено. Но я из своего опыта знаю и видела, что он любит селиться тоже на миртах. И поэтому мирты тоже необходимо обрабатывать, независимо от того, что у него пахучие листочки. Вот. Ну, вот такой вот у меня сегодня обзор. Сегодня вот у нас, кстати, солнышко светит. А так у нас было пасмурно. Вот. Я вчера эти все растения разместила вот здесь на балконе пока что вот так вот временно. Вот. И поэтому пока что так. Буду думать, как, какие полочки им придумать, что, что делать. У кого есть какие-то варианты, предложите мне, пожалуйста, в комментариях. Я вам буду очень-очень благодарна. Варианты вот именно полочек. Может быть, у кого-то есть вот именно такого плана балкон. И также напишите про утепление в средней полосе такого балкона. Здесь, конечно, будет еще делаться пол. Я не знаю. Скорее всего, здесь нужно делать какой-то, может быть, теплый пол. Я не знаю, как еще его утеплить. Вот. Еще пока что у меня опыта нет в этом деле. Вот. У кого есть какие-то мысли, предложения, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень благодарна. Спасибо всем за ваше внимание, за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Я всем, как всегда, желаю только мира и только добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok